Круглосуточная стройка. В центре Нижнего Новгорода на улице Ижурской с нуля возводят многофункциональный инфекционный госпиталь Министерства обороны России. Его яркий фасад почти готов. Параллельно занимаются внутренней отделкой. Одноэтажное здание площадью 1800 квадратных метров возводят 770 человек. Работают с опережением графика. Как идет стройка, проверили губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Фактически на площадку вышли 20 марта. Планируем завершить все работы и сдать в эксплуатацию с лицензией, с оборудованием. Полностью оснащенный госпиталь на 60 койко мест 20 апреля. Рекордные сроки. Абсолютно. Это только слаженная кооперация. Все понимают ту поставленную задачу Верховного командующего. Несмотря на быстрые темпы строительства, здание будет капитальным. В будущем медицинский центр сможет оказывать помощь людям с различными заболеваниями. В середине апреля начнется поставка и монтаж оборудования и медицинской техники. Госпиталь позволит обеспечить необходимой медпомощью военнослужащих и в случае необходимости гражданское население. У нас тоже количество зараженных растет. Пока с точки зрения региона, может быть, оно не является каким-то значительным. Но мы ожидаем, что рост продолжится. В регионе коечный фонд развернут, исходя из такого сценария, в том числе тревожного, с запасом, что называется, выше норматива. Но такого рода коек, такого качества современных у нас, конечно, недостаточно. Поэтому этот объект будет очень вовремя построен. Еще раз поблагодарить хотел Калет. Спасибо огромное. На больницу, готовые принять 60-70 пациентов, требуется около 200 медицинских сотрудников. Специалисты Министерства обороны сейчас проходят дополнительное обучение в военно-медицинской академии. Сейчас по всей России строят 16 таких центров от Владивостока до Калининграда. К концу апреля, кроме Нижнего Новгорода, достроят еще 8 высокотехнологичных медицинских центров общей вместимостью 800 коек.